так а наше открытие довольно таки интересно начинается к нам идет наш пухляш я даже не знаю как мы его сейчас валить будем тащить туда наверх он себя до еле-еле поднимает на его еще нужно будет там подвесить ой-ой ну как говорится я тебя приветствую мой дорогой друг мы продолжаем играть в наших маньячин добавилось у нас кстати несколько новых продуктов это вот лук картошка здесь вот растет какая-то хрень и не знают семена ок мы нашли у кого-то там в одежде он решил зачем-то их посадить но как бы ладно помидоры а вот они яйца нет ингредиентов для сбора урожая на какие ингредиенты должны быть для яиц мне казалось должны быть куры и здесь у нас вот смотрите появилась сосисочная здесь мы будем делать сосиски и появился также вот лук картошка и те же яйца ну сейчас я не знаю будем пробовать открывать лавку как-то разбираться в этом здесь чуть сверху растет нет ладно погнали надеюсь на примерку сегодня будет народу много-много вот смотри они уже просят колбаски у меня нахрен нет колбасок ли есть у меня колбаска меня одна штучка есть так ну-ка давай забирай сейчас посмотрим просто у меня до этого колбаски никто не просила вот и тельца так лови кто-то у меня просит что-то еще сейчас малой обслужит вот это нахрен что сосиски с чем-то чем-то так ох ты ёпта сколько у нас всего появилась а где сосиски с чем-то этого ничего хотят мука да мука и сосиска ну-ка давай попробуем давай попробуем сейчас чувака за сосиски еба садричу вытворяет я не могу перенести а нет могу царе как делаются сосиски капец две штучки так всего блин нам нужно вот эти сосиски срочно отдать потому что там же люди ждут потом яйца бекон и еще они что-то хотят ребята я не могу так вот быстро это все делать так давай нужно прибраться давай с сосисками разберемся нам нужны сосиски и мука так сосиски раз мука 2 закидываем в готовку смотрим следующий рецепт сосиски и яйца да так берем сосисочку блин разносов нет у нас и народу нету который приходил бы готов пожертвовать свое мяско блин здесь пироги у нас закончились так яйца бери яйца я надеюсь там мало их прикормят чуть-чуть чем-нибудь но вроде да так одни чуваки поели вроде довольны так отправляем сосиски с чем-то он по мяско пришло так забираем еще вот эти но это у меня был пирог здесь на крайний случай такой приготовлен вот чтобы он был так и вот это вот у нас тоже готова яйца с сосисками такой английский завтрак да да замечательно отправляй мне нужно больше мяса мне нужно больше мяса и мне нужно чтобы ты приготовила несколько пирогов потому что нам люди приходят а жрать особо нечего ой тут чувак еще что-то захотел невероятно стейк с помидорами и картофелем сейчас мы замутим подождем так давайте нам нужно еще одежду периодически шить вообще капец какой-то мы очень сильно не успеваем из ты заметил так и чё там поставил готовится сейчас пирог наверно нам так мы берем картофель мы берем помидорку и мы берем стейк отлично замечательные ингредиенты собраны вперед так одежду одежду сейчас нам нашить побольше нашить забирай смотри красота какая будешь ходить прям мажор закинем это все пошить так чуваки у меня сейчас убегут они будут шоурума какую-то захотели да все забирайте шоуруму вот этого мы пустим на сосиски давай тебя на сосиски блин хоть бы труханы с них снимали а вы прикиньте в сосисках труселя чьи-то окажется блин тут сосисок вылетает штук восемь наверно тут мне показывает всего две как-то несправедливо так ну к нам опять никто не пришел и тел у нас не осталось до плохо мы сейчас наверное сделаем так будем всех максимально наверное игнорировать и чисто мясо набивать так давай еще один пирожочек сделаем так плохие отзывы 1 прибыль за день 49 ну в принципе ничего так а наше открытие довольно таки интересно начинается к нам идет наш пухляш я даже не знаю как мы его сейчас валить будем тащить туда наверх он себя до еле-еле поднимает на его еще нужно будет там подвесить ой-вэй наконец-то я нашел приличное место где можно купить брюки большого размера но что за люди как они додумались открыть ателье на втором этаже а моя грудь как же больно да ладно то он сейчас сам от сердечного сдохнет да еба на нахрен ладно нам не придется так сильно заморачиваться что за шум похоже на землетрясение давай худые свои ножки сейчас мы под напряжем жирного надо затащить хилдред хилдред скорее человеку плохо вы слышите меня мужчина убился он упал с лестницы это мы знаем так хилдред но по какому поводу крик я пытаюсь успеть с работой схожу проверю и надеюсь для этих вопли есть какая-то причина причина есть стопудово нам нужно просто помощь его заточить боже мой это мистер гилберт дорогой скорее затаскивай его внутрь у него у него бедолаге должно быть упал уровень сахара в крови упал уровень сахара в крови серьезно как-то до этого додумалась он тяжелый как лошадь это первое что пришло мне в голову кроме того ты уже знаком с людьми в этом городишке никто не протянет ближнему руку помощи всех беспокоит только свои дела ну и прекрасно на этот раз даже не пришлось пачкать руки посмотри на него он сам себя прикончил подними его наверх к товарищу по несчастью дня могут подвешивать не будем да просто так заточили ну ладно ну папа папа хилдред хилдред я принес вам цветы цветы для меня ой спасибо пидор что это ты подкатываешь так мило с твоей стороны мне раньше никто не дарил цветы я всегда собирал цветы для мамы пока она не думаю об этом ты голодный хочешь поесть нет я просто хотел подарить вам букет потому что вы были так милы со мной мне не следует об этом говорить но сейчас я отправлюсь в порт и помогу рыбачить одному старику возможно если я справлюсь он мне заплатит замечательные новости питер я рада за тебя но почему не следует говорить об этом он так сказал я не знаю почему но я доверяю вам леди хилдред уверен что вы никому не расскажете об этом не побегу а то боюсь опоздать до свидания еще раз спасибо питер конечно беги и будь осторожен не понимаю к чему это но видимо есть какой-то смысл так письмо о его и прошу прощения что давно не напоминал о себе на днях скончалась моя дорогая кузина для меня это стало огромной трагедией я безумно любил ее что ее здоровье точит туберкулез я выплакал все глаза с нежностью вспоминаю дни проведенные с ней в юности и и волнующий аромат который каждый раз сводил меня с ума ее полупрозрачные летние платья которые почти не оставляли простора для воображения последнее время болезнь обострилась ее терзал мучительный кашель даже не могу представить каково это знать что ты умираешь если бы нам было отпущено больше времени я вероятно попросил бы ее руки у кузины то кузина я так понимаю это сестра двоюродная троюродная ее похороны превратились в пышную церемонию многие пришли выразить свою любовь я какое-то время провел в усыпальнице стоя у подножья ее гроба и должен быть честен с вами когда никого не было рядом я наклонился над ее безжизненным телом и вырвал прядь золотистых волос сейчас я пишу это письмо и прижимаю эту прядь к сердцу ведь так я странным образом чувствую себя ближе кто и кого уже нет я в ужасно скверном расположении духа не пора ли утопить печаль в еде хотя нет двух жертв по-прежнему недостаточно вас ваш безутешный джей так мы начнем наверно с кучей пирогов потому что у нас пирогов не сейчас люди будут приходить им что-то будет необходимо я не могу найти свой третий противень и прикиньте чё за фигня я я так и не понял где он вообще лежит то есть у меня их только два а на столе должно быть три значит я один куда-то унес и он мне как-то не вернулся правильно так здесь люди приходят это хорошо нам нужно баба больше мяса нам нужно больше мяса да это однозначно где третий противень не понять не могу ты видишь его нет вообще ни капли 1 вот один здесь до малый забирай вот второе где 3 так эти шаурму хотят опять да блин и опять забываю что мне нужно их выкидывать так картофель помидорочки так и стейк стейки у нас пока есть это хорошо и замечательно так мяско прилетела торопись торопись нас нет времени у нас нет времени одного противень и какого хрена спрашивается куда он мог деться может мне попробовать перезагрузить игру ну потому что это не дело мне как бы нужно 3 а их всего 2 так и пироги нужны на и сюда никто не ходит к нам почему так мало народу мне же нужны ингредиенты даже не всегда от меня зависит правильно так дорогие друзья вот кое-какие сведения о третьей жертве на этот раз речь пойдет о даме поэтому я полагаю что вы проявите большие так и деликатность чем обычно ее зовут и вон лораш состоятельная женщина жена одного из самых богатых горожан я впервые увидел ее когда мистер лораш пригласил меня порыбачить на озере когда мы вернулись с рыбалки и вона ждала нас в окружении своих друзей под сенью огромного садового шатра увитого цветами меня сразу поразила ее кожа белая и прозрачная как лунный свет такая элегантная и грациозная женщина ее муж рассказал мне с долей гордостью что его жена держит косметический магазин где продаются лосьоны духи и крема для кожи примите к сведению мой совет никогда ничего не покупайте у нее чтобы сэкономить на сырье леди лораш использует отходы и опасные химикаты но все это фасуется в красивые коробки и преподносится как косметика высшего качества не могу сказать что восхищаюсь и и предпринимательской жилкой но твердо уверен в том что хотел бы попробовать ее на вкус она должна стать частью моего банкета обращайтесь с ее плотью крайне бережно я внимательно слежу за каждым вашим шагом искренне ваш джей так ну хорошо замечательно ладно пусть он следит мы ждем некую новую барышню так опять мелкий бездюк доброе утро леди хилдред привет питер что у тебя в руках старый сборник сказок несу его на рынок чтобы продать хоть за сколько-нибудь я все равно не умею читать такой большой мальчик и не умеет читать дай-ка мне мне я немного тебе почитаю а затем может продать книжку если конечно захочешь жили были два брата жили они счастливы со своими родителями однако денег в семье не хватало и тогда отец решил отвезти братьев лес и бросить их там какой ужас так и бродили братья по лесу испуганные голодные забрели не в чаще а там глядь стоит маленькая избушка подошли они ближе и видят сделана избушка целиком из марципана изголодавшиеся братья накинулись и начали грызть стены и крышу марципановая избушка звучит аппетитно внезапно на крыльце избушки показалась ведьма она была просто в ярости закричала она на братьев как смеете вы наглые мальчишки грызть мой дом в одно мгновение в одно мгновение схватила она братьев и посадила в погреб и решила на их съесть пожалуйста остановитесь леди хилдред эта сказка меня пугает я все равно не могу дочитать до конца кажется на последнюю страницу пролили воду и теперь слова не разобрать ох вот беда да никому ты ее нахрен видимо не продашь если ты научишься читать и писать ты сможешь дописать сказку и придумать свой конец что скажешь отличная идея спасибо леди хилдред с вами всегда так весело я все-таки схожу на рынок и узнаю сколько дадут за эту книгу если не удастся выручить большую сумму оставлю ее себе до свидания пока дорогой пацан такой подумал блин слишком заморачиваться нужно чтобы научиться читать и писать пойду все продам ее нахрен капец о папа смотрите бледная пришла здесь ужасно воняет да конечно и есть кто-нибудь есть но там не очень-то и плохо пахнет прошу прощения мадам но мы закрываемся возможно вы могли бы заглянуть к нам завтра или в люблю в любой другой удобный день я намерена и я не намерена больше ждать простите вчера я послала кого-то из слуг забрать мое платье я решила что-то заказать здесь только потому что по слухам вы лучший портной в этих краях и в итоге я получила просто кошмарное платье вы должны заменить мне его бесплатно иначе я прикрою вашу лавочку приношу свои извинения за неудобства заказ был на ваше имя но конечно естественно я его на лораж и вот так вы относитесь к своим лучшим клиентам о мисс лораж для меня большая честь видеть вас здесь я уверяю вас что мои наряды пошиты с огромным усердием и стараниями дайте мне шанс все исправить только для вас я сошью новое платье абсолютно бесплатно но сначала позвольте мне пожалуйста снять мел мерки да ну побыстрее сейчас сейчас мы тебя обмерим так сказать по полной дай-ка подумать тебе нравится красный цвет простите да уж тебе стоит просить прощения как ты посмела прийти сюда с такими требованиями что-то о себе возомнила что вы делаете на помощь на помощь что за дурная привычка так орать мы еще и не начали развлекаться на помощь помогите а но где сейчас твоя высокомерие твоя наглость если ты убьешь меня тебе конец меня все будут искать тебе лучше отпустить меня все ты мне надоело на нахрен это история как заноза в заднице наконец они все мертвы хилдред приготовит этих трех ублюдков затем мы просто-напросто получим свою награду прикончим мистера джея и уберемся отсюда если то что сказала его на правда мы сейчас в опасности надеюсь следующее письмо не заставит себя долго ждать так все трубаков мы там уже на складировали дохрена леди хилдред жизнь на улице просто невыносимо у меня нет денег на еду мне не справиться одному я продал все что у меня было пожалуйста позвольте мне жить у вас обещаю я буду делать все что вы попросите мой дорогой питер что за ерунду ты несешь ты прекрасно знаешь что не и мне тебя не прокормить но мне на мне вся работа забота о мужа забота о лавке как тебе в голову пришла такая мысль прошу вас мне нужна мама может моего это на сосиски пустим а такая добрая и любящая как вы я мама питер пожалуйста выбрось эту мысль из головы это суровый мир мальчик суровый и очень жестокий одна только мысль о том что ты в нем совсем один разбивает мне сердце но я не могу позаботать за тебе я была такой же как ты до встречи с перси валем уверенно ты найдешь свой путь как и я давайте его на этот пустим питер возьмите деньги и поклянись мне и поклянись мне что ты побежишь на вокзал и возьмешь билет на первый же поезд который увезет тебя подальше от этого поганого города ты заслуживаешь лучшей жизни но забирай пизду пока мы тебя тут не перемололи я сделаю как вы попросите моим обещаю я верю вам я никогда вас не забуду забудь меня а теперь беги мой хороший и береги себя давай давай прощайте леди хилдред хилдред ой персиваль ты чертовски меня напугал я думал это посетитель живые посетители сюда не приходят да уж точно подмечено зачем мы здесь мы готовы наконец-то с его на все прошло гладко она была ужасно надменно а кто в этом городе не надменен но по-крайней мере ты немного повеселился на этот раз мы зашли слишком далеко и вон сказала мне что ее будут искать теперь мы в опасности разве эта проблема мы можем сбежать как в прошлый раз исчезни мы начнем всю заново пока мы вместе никто не сможет нас остановить да дорогая ничто и никто нас не остановит теперь пора готовиться к банкету а если он не придет он придет я в этом уверен но не знаю чем закончится вся эта история мы заберем награду убьем его но почему почему мистер джей хочет прийти сюда ой он не глуп он наверняка знает что мы попытаемся убить его несмотря ни на что но мы не можем убить его пока он не отдаст нам нашу награду кто знает что это будет как думаешь он придет один или в компании не знаю не могу представить себе психопата который наслаждается обществом друзей хотя сам же я не псих поэтому не могу сказать наверняка а если он будет вооружен вооружен и я не боюсь мы все равно его убьем ну давай хоть на время забудем обо всех проблемах уверен все будет хорошо я права мы выкарабкаемся как и всегда теперь за дело нужно перетащить трупы блин они на самом деле борются за награду о которой нам ничего не говорилось то есть это что-то такое эфемерное неизвестное непонятно типа я вам пообещал какую-то награду да вы за нее старайтесь и трудитесь но как-то немножко неправдоподобно получается после всего этого мы определенно заслуживаем небольшой отпуск и куда бы ты хотел поехать подальше от этого города куда-то где мы сможем немного расслабиться и хорошо провести время здесь мы заработали немало можем отправиться куда захотим к морю и с кормим акулам наших соседей давай помоги мне сели атом а как перетащить гилберта на кухню по кусочкам думала у тебя есть идея получше так на гилберт это который пухлый данных дружок пока я буду готовить серверу столик здесь тут убить мистера джея будет удобнее всего да улыбнись любовь моя завтра в это же время нам уже не придется в мистер джея наконец-то прибыл он сразу же дал понять что мы получим свою награду в конце трапезы сегодня я превзошла саму себя на кулинарном фронте основным блюдом вечера будет гилберт слабая прожарка подается с кровью солью перцем леди лораш ужасно худа кожа до кости и лучше готовить на плите чтобы не подпалить кожу эллиот немного залежался на самом деле он ужасно вонял но я проделала неплохую работу положила его глаза в кастрюлю с сахарным сиропом и вуаля прекрасный десерт готов судя по всему мистер джей остался доволен трапезы ел будто с голодухи это выглядело довольно омерзительно награда которую он предложил нам за наш тяжелый труд положение беспокойство он предложил нам стать его личным шеф-поваром в обмен на протекцию с его стороны конечно это делает нас неуязвимыми но мы окажемся у него в услужении мы понимаем что он готов услышать нет в ответ мы больше не собираемся плясать под его дудку единственное что он сейчас отведает это мои ножницы осторожно по папу блин а что в итоге я не вижу здесь ни тел не ничего такого почему-то какая-то открытая концовка у нас в итоге получилось убили они не убили потому что когда он достал ножницы этот чувак в него выстрелил попал в него промахнулся завалили мы его не завалили непонятно блин я вот серьезно столько старался чтобы дойти до какого-то логического конца вот разработчики у меня просто забрали всю логику либо это намек на продолжение какое-то ну типа будет вторая часть смотрите ну вот либо все-таки у нас произошла какая-то развязка но нам нужно допереть до нее но тогда это вообще истории не про меня и нихера не допираю так это чё спасибо за участие в игре бла-бла-бла короче из последнего сохранения мы продолжаем мы можем теперь типа играть в свободную игру но уже сюжета не будет да да а он трубаки у нас лежат до сих пор смотри на крыше ну ладно пусть будет так спасибо тебе дорогой друг что смотрел не забывая подписываться ставить лайки писать комментарии я тебя всегда жду ты вот заходишь смотришь и не подписываешься мне от этого очень грустно все всего тебя хорошего пока